Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты и я, Ольга Васенда. Смотрите сейчас. Надежное плечо для бизнеса. Мэр города встретился с предпринимателями. Вам на сегодняшний день зеленая улица дана. Во всем. Что обсудили. Невыгодная партия. Правоохранители перекрыли канал поставки наркотиков. Он привез наркотическое средство для последующей реализации на территории Могилевщины. Сколько обнаружено марихуаны. Учение свет. Бобруйские школьники привезли 86 дипломов с областного этапа Республиканской Олимпиады. Химия – это и покрышки для машин, это и асфальтовкладка. Какие привилегии у победителей. А также радушный прием, пенсионное накопление и приятный бонус. Валдбрис отменил плату за возврат неподошедшего товара. До какого числа вернут списанные деньги. Бизнесу «Зеленый свет». Председатель Бобруйского горосполкома встретился с предпринимателями. Среди поднятых тем – вопросы кредитования, оплаты за электроэнергию, привлечение инвесторов, регулирование отношений с крупными компаниями и закрепление востребованных специалистов на долгосрочный период. На встречу рассмотрели также механизмы имущественной поддержки предпринимательства. К примеру, в Бобруйске более 60 объектов недвижимости можно вовлечь в хозяйственный оборот, получить их в пользование на безвозмездной основе при условии создания рабочих мест. Я бы хотел понимать, какие у вас есть проблемы. Понятно, что кредитные ресурсы. Ну вот есть, может, у кого площадей производственных недостаточно. Вот я почему говорю, что подготовить вот эти вот площадки, которые у нас не использованы в площади с учетом ликвидации предприятий. Они где-то идут под снос, где-то кто-то хочет воспользоваться, потому что поступают и такие звонки. Я знаю, что есть проблемные вопросы там, как граны, я знаю жесты, какие есть вопросы. Я готов на все идти. Честно говорю, вам на сегодняшний день зеленая улица дана во всем. Рассмотрели здесь и тему финансирования научно-технических и инновационных проектов. В свою очередь предприниматели внесли ряд дельных предложений и инициатив для развития города, высказались о наболевшем и обменялись опытом развития бизнеса. Криминально охроникам бобруйские правоохранители перекрыли канал поставки наркотиков. На территории Осиповичского района оперативники задержали 31-летнего неработающего жителя Светлогорска. В своем автомобиле Киа мужчина незаконно переместил через таможенную границу Евразийского союза из России около 200 граммов марихуаны. Он привез наркотическое средство для последующей реализации на территории Могилевщины. Фигурант задержан. В отношении него следователями возбуждено уголовное дело. В Бобруйске за 2022-й зафиксировано 140 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Вовлекается все больше подростков. И речь здесь не столько о потреблении дурманящих веществ, сколько об их сбытии. Новое приложение «Эффективные меры и лучшие товары». Госстандарт подвел итоги республиканского конкурса «Кто в числе лауреатов?». Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Свыше 13,5 тысяч жителей Евросоюза посетили Беларусь по безвизу с начала года. Больше всего прибывают граждан из Литвы – почти 10 тысяч. Остальные жители – Латвии и Польши. В основном приезжают, чтобы встретиться с родственниками, посетить места захоронения, получить медицинские и другие услуги. Безвизовый режим – подтверждение, что наша страна нацелена на добрососедство и укрепление межнациональных связей. ФСЗН планирует запустить мобильное приложение. Любой желающий сможет заранее узнать, на какую пенсию ему рассчитывать в старости. У пользователей откроется доступ к сведениям по индивидуальному счету в любое удобное время. При этом сам процесс начисления выплат стоит намного проще. Граждане смогут не предоставлять трудовые книжки и собирать справки зарплате со всех мест работы. Госстандарт подвел итоги конкурса «Лучшие товары Беларуси-2022». В их числе продукция Могилевской области, Бабушкина Крынка, Агрокомбинат «Зыря», Побруйский завод растительных масел в списке лауреатов в номинации «Продовольственные товары». Среди изделий производственно-технического назначения победителями стали завод «ТДИА» и «Бобруйск-Агромаш». В Беларуси в 2022-м снижена гибель от утоплений на 21% по сравнению с 2021-м. Все благодаря слаженной работе ОСВОД, МЧС и МВД. Среди основных причин трагедии на водоемах, особенно в зимний период, рыбалка, состояние алкогольного пьянения, оставление детей без присмотра, а также несоблюдение мер личной безопасности. Квайлд Беррис отменил плату за возврат неподошедшего товара. В март поступило большое количество жалоб от покупателей. Ведомство провело работу с интернет-магазином о необходимости соблюдения действующего законодательства. Как итог, до 17 января включительно средства всем начислят обратно. Копейка рубль бережет. Торговые сети Беларуси продлили социальную скидку для уязвимых категорий населения. Льготу предоставляют 14 ритейлеров. Цена снижена на 29 позиций. Это овощи, мясные, некоторые молочные и ряд бокалейных продуктов. В каждой организации свои тонкости предоставления карт. В большинстве для оформления необходимо обратиться в магазин. С собой нужен документ, подтверждающий льготу и паспорт. Скидки могут получать пенсионеры, многодетные семьи, малообеспеченные слои населения, лица, получающие государственную адресную социальную помощь в виде ежемесячного пособия. Ежедневная сумма покупок у конкретного субъекта торговли с предоставлением скидок не должна превышать размер бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения. Сегодня это 339 рублей 83 копейки. Рассчитывать на поддержку государства могут порядка 30% населения. 10-процентная скидка, напомним, появилась в стране год назад. За это время белорусы сэкономили в общей сложности 21,5 миллиона рублей. Испытание разумом. Бобручане привезли 86 дипломов с областного этапа Олимпиады по учебным предметам. Ребята проверили себя в географии, физике, химии, русском, белорусском и иностранных языках. Впереди у отличников проверка знаний на уровне республики. Об умницах и умниках. Карина Гуревич. Какие животные изображены на гербе Австралийского союза? Ну, логично, что там будет кенгуру. Правильно. И я думаю, что там будет страус эму. Абсолютно верно. Станислав Буна знает столицы разных стран как дважды два. Географическая база уже давно позади. Сейчас десятиклассник особенно увлечен социально-экономическим направлением. Диплом первой степени на областном этапе. Результат упорного труда, пусть и предсказуемый, но не менее радостный. Из трудностей у меня вызвало последнее задание в практическом туре. Это был геологический разрез. Нужно было его трансформировать на миллиметровку. И я достаточно редко с этим сталкивался. И мне пришлось подумать. А на это времени было очень мало. Анна Свирская порой в библиотеке проводит больше времени, чем дома. Русский, уверена, девушка – один из самых полноценных и многогранных языков. А литература – глубокая и непостижимая. Пушкин, Достоевский, Чехов, Островский изучать классиков и готовиться к Олимпиаде стало для школьницы делом номер один. В таком испытании успех – не везение, а сплав стараний, дара и поддержки. Больше всего было сложно написать отзыв. Надо знать биографию авторов, связь с другими произведениями. Нужно много читать, много знать. Я писала отзыв о произведении «Дуб» Винокурова. Занимаемся мы с пятого класса. Практически круглогодично, даже без перерыва на летние каникулы. Мы все время в теме, мы все время с книгами, мы все время с этими заданиями. Успех ее, наверное, был предсказуем. Я в нее верила. Глеб Боровой и Владислав Лосковнев прошли вместе огонь, воду и строение атомов. Изучают химические формулы и элементы, проводят опыты и готовятся к Олимпиаде. Позади областной этап, впереди – республиканские. В планах поступления в главный вуз страны. Для этого у ребят есть все необходимое – знание, упорство и безграничная увлеченность делом. Цель органического синтеза – это получить какое-то вещество. Для этого необходимо применить все свои знания, поэтому эта часть мне нравится больше всего в химии. Всего за плечами у меня больше, чем 17 Олимпиад. Химия – это одна из самых важных наук на данный момент, поскольку мы бы не смогли с вами пользоваться всем, чем мы пользуемся в нашем быте, в нашей повседневной жизни, потому что химия – это и покрышки для машин, это и асфальтоукладка, и строительство домов, сооружений. Областной этап завершился успехом для 86-ти бобруйчан. Еще 18 отмечены поощрительными грамотами. 10 дипломов по географии и 9 по белорусскому языку, плюс победы по русскому, испанскому, французскому, физике, химии, биологии и информатике. Выпускникам первое место обеспечивает 100 баллов на вступительных экзаменах по профильному предмету. Высший результат на республике – поступление в ВУЗ. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Воздушный бой. Стартовало совместное летно-тактическое учение вооруженных сил Беларуси и России. Замысел маневров – повысить уровень боевой подготовки военных летчиков двух стран, которые входят в состав региональной группировки войск. Задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО нашей страны. Авиация РФ прибыла несколько дней назад. Напомним, решение о развертывании было принято в октябре 2022-го Александром Лукашенко и Владимиром Путиным. Обстановка сегодня такая, вообще никогда нельзя расслабляться людям в погонах. Надо готовить наши силы к тому, чтобы они были в любой момент готовы выйти и выполнить свои задачи. Учения призваны отработать методы разведки и обороны важных объектов и продляться до 1 февраля. Минобороны отмечают, маневры не направлены против третьих стран, как и развертывание всей группировки. Это вынужденная и адекватная реакция на ситуацию союзных границ и возможность отразить агрессию в случае необходимости. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова